Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет весовой табак от дома табака под названием Cherry Blend Вот такой вот пакетик с традиционной бумажечкой, на которой указано название бленда и контакты продавцов Такой вот пакетик, из названия ясно, что вишней ароматизирован данный табак Сам по себе он следующим образом выглядит Нормальная такая мелкая, можно сказать, нарезка, но конечно не как там с толщиной с волосин Вот оптимально, меньше не надо, я считаю, потому что бывает такая нарезка, что вообще очень мелкая, как с волосиной Слишком крупная тоже плохо, но это вот прям баланс Вот, значит, темные фракции посветлее встречаются, ну в принципе, как и в других табаках, от дома табака Тут я пока вот так вот чисто на глаз, вот между этими видами, которые вот у меня сейчас есть, как бы, ну не вижу Значит, что касается мусорности, нормально здесь все в этом плане, то есть мусора практически никакого нет Кое-где обрезки жил встречаются, ну такие хлопья покрупнее, но опять же это все части табака То есть какого-то тут я другого мусора не увидел пока что, по крайней мере Давайте попробуем на аромат в незажженном виде Ну, вы знаете, интересно на самом деле, вообще, кто меня смотрит давно, тот знает, что вишню я не люблю Вот, когда она в табаке, в качестве ароматизатора, я обычно такие сигареты или табаки как-то стороной стараюсь обходить Вот, ваниль там, шоколад мне нравится, но вишню я не люблю Но это все индивидуально, я в любом случае постараюсь не так предвзято к этому относиться Чисто из-за того, что я вишню люблю, я все-таки стараюсь как-то объективно обзоры делать Хотя понятно, что это чистой воды субъективщина, потому что вкусы у всех разные Но тем не менее, в общем, я не буду хейтить чисто из-за того, что это вишня, я ее не люблю Я буду оценивать здраво и все-таки, ну какое качество, такая будет и оценка, по факту Так вот, запах, честно говоря, не похож на какие-нибудь сигареты, типа Чапман, черри, вишня, корсар, черри Там те же самокруточные табаки с вишней, я не помню, какой-то был у меня Да, запах в целом напоминает вишню, но это прям не так вот, чтобы вишня Знаете, если бы слепую мне дали понюхать, я бы даже, наверное, подумал бы сначала, прежде чем сказать, а что это Это на самом деле большая редкость Я вишню угадаю, ну все знают, как вишня пахнет, правильно там Взять там сигареты, какие-нибудь табаки То тут как бы запах своеобразный Что нравится? Ну ладно, похоже, да, на вишню, но вот он со своим лицом, со своими каким-то, со своими оттенками какая-то вишня Что самое главное, химоза не несет, вот не воняет прям, я не знаю, приторностью, тут такого как бы нет Но сам табак я не чувствую, сразу скажу честно То есть в аромате я чувствую только ароматизатор, табака я не чувствую Вот, но то, что он не захимиченный, не прет прям вот такой приторностью, как вот некоторых других там Да у того же Макбар, но даже есть такой косяк Это уже плюс Забил в гильзу, давайте закурим, посмотрим Что это за у нас черри Вы знаете, он и в курении прям такой очень сбалансированный Вот я еще раз повторюсь, я уже в предыдущих обзорах говорил Да, я делал там обзоры на цитрус бленд И этот, господи, капучино, да, ну то есть тоже ароматики Я еще, я говорил, говорю, ну они меня, конечно, не услышат, вряд ли посмотрят Табачные производители, которые именно фабричным производством занимаются Вы поучитесь, как, я не знаю, как они делают ароматизацию, но вот это нормальная ароматизация Это ароматизация здорового курильщика Ну, по крайней мере, на одно легкое здоровее он будет, чем тот, кто будет курить Эти всякие засаусированные, захимиченные То есть реально очень сбалансировано неприторностью И вот в сигаретах тоже очень редко баланс соблюден Там обычно нахерачили ароматизаторы, и ты кроме вишни не чувствуешь вообще ничего Здесь я чувствую табак, да, в незажженном виде табак не чувствуется Ну вот я сейчас подкурил, в аромате дыма я чувствую табачные ноты Не то, что ноты, табак я чувствую И как бы сверху его дополняет вот эта вот составляющая ароматизатора Опять же, свое лицо имеет Вот если капучино-бленд, ну это был такой бленд, знаете, похожий на и другие Там табаки весовые, невесовые, фабричные Ну это такой, вот там индивидуальности прям какой-то не было Цитрус-бленд очень меня впечатлил Я его, кстати, до сих пор вот курю Он пока вот классный, не знаю, своеобразный такой прям Тут как бы вишня, все, которую причем я не люблю Но мне это, в принципе, понравилось Потому что оно, ну вишня не напирающая такая И, ну она не такая, как вот в сигаретах и других табаках Короче, тут какой-то ароматизатор явно не из той же бочки Из которой поливаются наши, ну большая часть продукции, скажем так Потому что там прям все, ну как одно Ну реально, там сырье из одной бочки, судя по всему И химию эту, которую они там где-то закупают, заливают Потому что ты разные бренды вроде куришь и цена разная А по итогу там на запах вкус одно и то же, да Тут есть свое лицо, это уже респект сразу Я люблю табаки, которые, или сигареты, которые Отличаются своей индивидуальности Какую-то фишку имеют, изюминку Не похожую на другие То есть, которой нет у других Табаков, там сигарет И я за это сразу плюс балл даю Потому что я не люблю Я люблю разнообразие, я не люблю единообразие Когда вот куришь же разное вроде, оно все одно и то же Вот Во вкусе Блин, ну знаете, вот такое ощущение больше Не то, что ты вишню ешь Ягоду А вот как будто ты узвар какой-то пьешь Вот даже не компот, а узвар с вишней Если вы понимаете, о чем я При этом во вкусе Доминирует табак, а не ароматизатор То есть, в аромате дыма Примерно, я бы сказал, 50 на 50 Ароматизатор и сам табак То во вкусе Табак доминирует однозначно Над ароматизатором И это мне тоже нравится Ну а сам табак, он Сладость, пряность Легкая сладость Я же говорю, он не приторный Да и все, каких-то там Специфических нот именно в самом табаке Я не чувствую здесь, в этом бленде Меня порадовала, в принципе, ароматизация Потому что я не особо фанат ароматиков И они чаще всего Ну, вы знаете, я думаю, кто разбирается Трубочный табак взять Там сигарилы, сигареты Там чаще всего Ну, люди, которые прям вот любят табак Они чаще всего обходят этой стороной Потому что под ароматизацией Чаще всего скрывается низкокачественное сырье Я думаю, это все понимают А если не знали, то будете знать То здесь само сырье нормальное Оно, в принципе, такое же, как и по качеству Как и в других табаках от дома табака Что касается проходимости Ничего, никаких нареканий Все мягкое, гладкое Не ежет, не першит при любом темпе курения Послевкусие Достаточно длительное, приятное Выхлоп такой вишни чувствуется Но в основном послевкусие идет табачное Че еще сказать? Крепость, да? Я про крепость не сказал По крепости он такой же, как и капучино-бленд Где-то Цитрус-бленд, я не знаю Может мне показалось Но, блин, ну показалось, что чуть-чуть крепче А вот этот, он примерно на уровне, как и капучино-бленд То есть, это такая средняя Или около среднего крепость В принципе, с одной сигареты вы накуритесь Я думаю, что многие из вас Вот, поэтому, в общем и в целом Постарался я быть объективным Опять же Черри я не люблю Но все-таки Этот табак мне понравился Поэтому, если вы фанат, дикий фанат вишни Но при этом вы цените больше табака А не ароматизацию Ну, тогда вообще не курильщик Я не знаю, кто Если вам важна ароматизация А не табак Я однозначно рекомендую его попробовать Вот Как-то так Но пока что Цитрус-бленд на первом месте Он меня впечатлил больше всего Но это уже чисто мой вкус Вот как-то так На этом все Спасибо за внимание И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok